Мариам Тумбулян Мариам Тумбулян В 1721 году заработали знаменитые фонтаны и каскады Петергофа. Петергоф в переводе с голландского означает «двор Петра». Замысел создания резиденции принадлежит Петру Первому. До наших времен сохранились рисунки Петра. По ним можно сделать вывод, что общая концепция архитектуры и фонтанных сооружений принадлежит самому императору. Дворцово-парковый ансамбль по его замыслу не уступал бы знаменитому французскому Версалю. Дворец построили на берегу Финского залива, так как это место природа создала специально для будущего дворца. Петр нашел несколько водоемов, бьющими из-под земли ключами. Водопроводящую систему создал русский мастер Василий Тувалков. Из водоемов шла самотеком вода до накопительных бассейнов Верхнего сада. Оттуда с 16-метровой высоты по трубам из бассейна вода силы устремлялась вниз, чтобы взмыть множество струй в фонтанах парка. Над проектом работали более 200 столетий. Петродворец с тех пор и по сей день называют музеем под открытым небом. 21 августа отмечают память епископа Мирона Критского. Мирон славился своей добротой. Например, будучи земледельцем, у его ломбария забрались воры. Мирон, увидев происходящее, не стал мешать врагам. Напротив, помог им поднять дерно в мешках. Воры удивились доброте Мирона и в этот же день вернули на место все краденое. Именно этот поступок считают первым чудом Мирона. За его доброту жители Крита единогласно избрали его епископом. Мирона называли ветрогоном, так как в его праздник очень часто случались сильные ветры. В этот день в лесу собирали ежевику, а так как она обладала целебными свойствами, ее применяли как противопростудное средство. Но ягоду также ценили за вкус и аромат. Готовили варенье, кисель, настойки из вина. С 1994 года 22 августа отмечают день государственного флага Российской Федерации. Он установлен по указу первого президента Бориса Николаевича Ельцина. Значение цветов флага до сих пор остается неизвестным, но есть предположение, что белый цвет означает свободу, синий – Богородицу, Красную Державу. По другой версии, белый символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Впервые флаг появился в 17 веке. Это был период становления России как мощного государства. Изначально он предназначался для русского флота на Каспийском море. Это был своего рода опознавательный знак, так как три полоски были заметны с больших расстояний. Идейным инициатором был отец Петра Первого – Алексей Михайлович. А самый первый корабль, на котором был поднят флаг, назывался «Орел». Петра Первого по праву считают отцом российского флага, ведь он в память о своем отце утвердил флаг в качестве знака принадлежности корабля к государству. 23 августа 1913 года в Харбине завершил свой кругосветный велопробег 25-летний русский спортсмен Анисин Панкратов. На такой спортивный подвиг его подтолкнула заметка в газете. В 1896 году Международная федерация велоспорта учредила бриллиантовую пальмовую ветвь спортсмену, который первый объедет всю Европу. Панкратов решил действовать, а спортивные организации поддержали его идею. В начале лета 1911 года Панкратову вместе с тремя велотуристами провожали в далекое странствие. Туристы не выдержали путешествия и в скором времени сошли с дистанции. Он проехал Петербург, всю Восточную Пруссию, Швейцарию, Италию, Турцию, Грецию, Францию, Южную Испанию, Португалию. Добрался до берегов под Экале, а затем побывал в Англии. В Северной Америке он сократил свой путь с востока на запад и из Сан-Франциско отправился в Японию. Следовательно, после этого он добрался и до Китая. На прохождение маршрута он потратил более двух лет. В 1913 году спортсмену вручили бриллиантовую пальмовую ветвь. Также 23 августа для нашей страны – значимая дата. Это день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Курском. К этому событию в Матичинском районе проходит третий этап социальной акции «Спасибо за победу». Акция продлится до 15 сентября. У мытищинцев есть возможность поздравить участников Курской битвы, а также ветеранов, освободивших города Орел и Белгород, и тех, кто участвовал в окончании Второй мировой войны с Японией. Вас ждут по адресу Новомытищинский проспект, дом 43, корпус 4. Либо вы можете заполнить заявку на сайте www.cid.mmr.ru Телефон для справок 8-495-786-57-41 Шеф-повар Джордж Крам 24 августа 1853 года впервые приготовил картофельные чипсы. А началось все с привередливого клиента. Джордж приготовил для него жареную картошку, но тот отказался есть, заявив, что брусочки нарезаны слишком крупно. Тогда Джордж решил приготовить картофель по-другому. Он его нарезал тоненькими ломтиками буквально бумажной толщины, присыпал немного солью и обжарил их до хруста в кипящем масле. Клиент остался доволен, а картофельные чипсы стали фирменным блюдом в заведении. В 1890 году торговец Уильям Теппандан начал продавать готовые чипсы в бумажном кульке прямо из фургончика, стоявшего на улице. В 1926 году чипсы стали упаковывать в вощенную бумагу. Это помогало долго хранить продукт, а также их можно было перевозить на дальние расстояния. Вот каким образом появились на свет первые картофельные чипсы. Кстати, чипс в переводе с английского означает «чешуя». Друзья, поскольку Дни праздника в каком-либо событии назначают, предлагаю вам 25 августа отметить как День шашлыка. Это последняя суббота лета. Думаю, будет справедливо уделить определенный день этому вкусному, и не побоюсь этого слова, интернациональному блюду. Уже с древних времен готовили пищу на огне, и не в одном определенном месте, а во всех уголках мира. Название этому блюду – шашлык. Сейчас принято считать, что родина этого блюда – Восток. Иран, Ирак, Ливан, Кавказ. Возможно, что благодаря восточным традициям приготовления мяса получается ароматным и вкусным. Шашлыком называют не только жареное мясо, но и овощи, приготовленные на углях. Чтобы увидеть процесс приготовления королевского блюда, направимся в кафе «Зеленая роща». Генеральный директор кафе-ресторана «Зеленая роща» расскажет нам, как приготовить настоящий армянский шашлык. Для этого нужно сделать правильный маринад. Все это нужно хорошенько перемешать, затем оставить на сутки, желательно в холодильнике. Когда мы рваем мясо на пеньке, да, и убираем мясо, обязательно на пеньке туда убирать и сыпать солью, крупную солью. Это очищает все, никаких некробов и никаких запахов не остальет на пеньке. После этого процесса можно смело жарить шашлык. Кроме мангала еще есть старинная пешка, называется тандыр, который специально вешает шампуре туда, на железке. Открываем нижний дымоход и 20-25 минут и готов шашлык. Отдаем к столу прямо почти в горячем виде. Всегда люди заводятся кушать и с удовольствием забирать с собой, кто и остается. Обращаем вас к 25 августа кафе Зелёна Роша и шашлыка. В Юго-Восточной Азии шашлык называют сатай, в Грузии – митсваде, в Азербайджане – кебаб, в Турции – шиш-кебаб, а в Армении шашлык называют хоруват. Люди часто бывают глупы и упрямы, эгоцентричны и нелогичны, все равно прощай их. Если ты добился успеха, тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги. Все равно добивайся успеха. То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь, все равно строй. То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра люди забудут. Все равно делай добро. Друг мой, в конце концов, то, что ты делаешь, все равно нужно не людям. Это нужно только тебе и Богу. 26 августа 1910 года в Калькуте родилась мать Тереза. Она известна своей добротой и милосердием. Была удивительным человеком. Светлая, хрупкая, улыбчивая мать Тереза творила добро. Дарила свою любовь людям, совершала бессмертные подвиги своими делами. Она служила всем больным и бедным. В 1948 году основала монашескую конгрегацию сестры-миссионерки любви. Они создавали школы, приюты, больницы для бедных и тяжелобольных. Мать Тереза вместе со своей монашеской конгрегацией переехали в Индию. Там они помогали бедным всем, чем могли. За свою жизнь мать Тереза получила всяческие награды из рук президентов различных стран. Стала первым лауреатом за прогресс в религии. Ей присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в помощь страждущему человеку. Она покинула мир в 1997 году в возрасте 87 лет. В октябре 2003 года католическая церковь перечислила ее к лику святых. В разных странах ей ставили памятники. Россия не исключение. В Москве, во дворце Римской католической церкви, вы тоже сможете увидеть ее памятник. На этом у меня все. Встретимся ровно через неделю на телеканале ТВ Матищи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok